Вы смотрите отзыв об отеле Солны Сабар Бэй. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественникам с ником ТРА МП, который был в нем в 2014 году. Отдых в Солны Сабар Бэй или холодный июнь 2014. Доброго времени суток каждому, кто решит это прочитать. В Солны Сабар Бэй мы отдыхали с 16 по 30 июня 2014 год пакетный тур, куплен у ТАУ, отель. Вполне приличный отель. Персонал дружелюбный, внимательный. Все, по крайней мере из тех, кого мы встречали, на очень хорошем уровне владеют русским языком. Территория большая, зеленая. Вот так выглядит панорама, снятая с балкона пятого этажа. Ставка в пост искажает пропорции панорамных фотографий, поэтому для просмотра лучше кликнуть фотку и смотреть в отдельном окне. Спуск к пляжу. Террасы, усаженные соснами. Под соснами лежаки. Там же устроен бар, чтобы далеко метров за 200, не бегать. За отдельную плату работает массажист. Спуск к пляжу проходит вдоль ограда соседнего отеля, и эта ограда вносит легкий диссонанс в отпускное настроение. Дело в том, что по ее верху кто-то догадался протянуть колючую проволоку. Зачем? Это для меня осталось загадкой. Видимо, чтобы гости из одного отеля в другое не лазили. Сам пляж так себе. Узкий, тесный, зато с хорошим заходом в воду. Это он для Болгарии так себе. Скажем, на Кипре, в районе Пафоса, пляж возле Коралли и Бич точно такой же. По мне так и хуже, по причине скального дна, но при этом считается одним из лучших в той местности. Но в Болгарии можно подыскать и получше. Для тех, кто раньше здесь бывал и планирует вернуться, хорошая новость, на пляже наконец-то установили душевую лейку. Теперь не обязательно возвращаться к бассейну, чтобы смыть песок. Досуд. Аниматоры стараются на совесть. Начинается анимационная программа в 10 часов 30 минут и продолжается до 23 часов ровно градусов небольшим перерывом на обед. Бочи, дартс, стрельба, лук, винтовка или пистолет, акваэробика, водное поло, настольный теннис, водный волейбол, водное поло, футбол или волейбол, бинго-шоу программа, дискотека. Приблизительно в таком порядке с небольшими вариациями. Детям заскучать тоже не дадут. Для них на территории есть детская площадка, качельки-лозилки, детский лягушатник в общем бассейне, отдельно детский бассейн с горками, на них, впрочем, и взрослому не грех прокатиться. Горки бесплатные, в смысле входят в стоимость проживания. А вот вечерние водные развлечения за отдельную плату. По вечерам в бассейнах, а Солнос и Бар Бэй это часть трехкорпусного комплекса Солнос и Бар Резорт, в который кроме Бэй входит еще отели Пелес и Мэр, так что к услугам гостей все бассейны комплекса в 4 штуки, для детей устраивают бег в надутых пузырях и катание на маленьких лодочках. Для детей, приехавших в отель с оператором ТАУ работает детский клуб Тукан. На первый взгляд он мне не слишком поприглянулся, но дочь, 10 лет, в полном восторге, а значит все в порядке. Клуб детский, детям и судить о качестве. Если же вы не ребенок, а пляж, бассейн и аниматоры вам надоели, можно поиграть в мини-гольф, платно, бильярд, платно, или настольный теннис, бесплатно. А можно пойти в сауну. Она тоже платная, но не слишком дорогая. Номер. Состояние номера, в котором мы жили, прекрасное. Все чистенькое, опрятное. Никакой битой плитки и перекошенной сантехники. Койки не разваливаются и даже не скрипят. В каждой комнате мы отдыхали семьей из четвертых человек. Поэтому номер заказали двухкомнатный, с небольшим общим коридором, телевизор. Среди телеканалов есть два на русском языке. Один новостной, Руси и 24 вроде, на втором, сколько не попадал на него. Это раза два, три за отдых. Вышний телевизор смотреть приехали. Какие-то сериалы. Из одной комнаты выход на балкон. Хороший балкон, просторный. На нем столик, два стула, два пляжных лежака и сушилка для белья. Над балконом складной полотняный козырек, хочешь позагорать, сложи, надоело солнце, подними. В общем, все по уму. А иногда на балкон заглядывают вот такие гости. Во второй комнате вместо балкона, окно во всю стену. Красиво. Вот оно, это окно. Фото освещенного окна из темной комнаты просто обречено быть мрачным. Поэтому пусть будет как в старом анекдоте, но поверьте, в жизни это выглядит просто великолепно. Уборка ежедневно. Смена белья через день. Есть небольшой холодильник. Сейф платный, пять лев в день. Кондиционер центральный. Wi-Fi бесплатный, пароль на неделю выдается на ресепшн. На пятом этаже, где мы жили, уровень сигнала был не очень. Телефон его не цеплял, а вот планшет, на раз, сказалась разница в качестве Wi-Fi модулей на аппаратах. Производителей называть не стану, скажу лишь, что результат меня удивил. Из минусов, в номере, заказанном на троих взрослых и одного ребенка. Одна двуспальная кровать и один диван, типа двуместный, но по факту тесный и неудобный. Второй раз отдыхаем в Болгарии и оба раза ребенку приходится спать с кем-то из взрослых. Какая-то местная фишка. Совет по выбору номера. Не вздумайте экономить на севью. В этом отеле вид на море фантастичен. Вид же на противоположную морю сторону. Напротив, скучен и уныл, так что разница между номерами с видом на море и Бизонова огромная и вполне стоит тех денег, которые за этот вид просят. Питание. Довольно стандартное для Ай-Яй отелей. Выбор большой, особенно сладостей. Первые несколько дней азартно пробуешь новые блюда, потом еще 2-3 дня наслаждаешься теми, что наиболее понравились, потом надоедает и просто ходишь питаться. Какого-то местного колорита в отельном ресторане вы не почувствуете, но не будем придираться, это специфика Ай-Яй, если захочется разнообразия, совершенно несложно смотаться в Несебр или Равду, или просто пройтись по кофешкам через дорогу от отеля, цены в болгарском общепите щадящие. Вот что хочется похвалить в отельном ресторане, так это супы и бульоны. Вкусные, разные. На каждый обед и ужин, бульон и два вида супов, на выбор. На обед еще плюс холодный суп, таратор или гаспачо. Система Ай-Яй. Но тут тоже все по стандарту. Хороший честный Ай-Яй, без изысков, но и без попыток слупить с клиента лишнего. Перекусы и мороженое с 10 часов ровно до 18 часов ровно и с 22 часов ровно до 23 часов ровно чай. Кофе и спиртное с 10 часов ровно до 23 часов ровно разливные пиво и вино очень посредственные. Лучше уделите внимание крепким местным напиткам, а если крепкого душа не принимает, коктейлем. Коктейли здесь готовят честно. Распространяющаяся тенденция разбавления газировкой заранее заготовленной алкогольно-сиропной смеси из пластиковых баклажек сюда, к счастью, пока не добралась. Бармины смешивают коктейль на ваших глазах, зачастую весьма артистично и зрелищно. Если у вас есть к коктейлю какие-то особые пожелания, но там побольше-поменьше алкоголя, добавить убрать какой-то сироп, а то и вовсе смешать что-нибудь по вашему вкусу, так сказать, не изменил, вам обязательно пойдут навстречу. Бармины мотеля, мои особые благодарности за хороший отдых. Да, вот еще что насчет бара. Поосторожнее, там при заказе коктейля поцелуй ангела, он же Angel Kiss, он же ангельская цейоловка. Там в одной из смен работает барвин по имени Ангел. Имеет склонность периодически разыгрывать вновь приехавших. Расположение отеля Окончание отзыва вы найдете по ссылке в описании под этим видео. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова